Вопрос, который Галан спрашивал. Ребят, как вам форма Димарии? Аллегри завел итальянскую машину? А при чем тут Аллегри? Он выпускает его на поле. Браво. Ну, да. Ну, Димария супер не только в этом матче. Вы же все видели, наверное, и хитрик, и сам первый гол. Просто гениально от Димарии. XG 0-0-0-0-1. Наверное, наверное. Наверное. Димария супер. Ну, можно, наверное, еще сказать о его роли, достаточно свободной. То есть, Ювентус действует с тремя защитниками, с латералями, с тройкой колузащитников. И Димария играет около нападающего. И эта роль позволяет ему уходить на любой из сленгов, на какой он пожелает, в какой момент. И иногда открываться просто в опорной зоне. То есть, ему дается больше, наверное, всех свободы в этой команде в плане движения. Он эту свободу оправдывает. Он хорошо играет. Знаешь, может, все-таки есть какая-то заслуга Аллегри в этом. Ну, ему раньше же не предоставала, наверное, никто такой свободы. Ни в одной команде, вот именно ему одному. Ну, это спорный вопрос, как бы так сказать. Его часто награждали большим диапазоном работы. Ну, это совсем другое. Это все равно, что сказать вольверно, типа, дружище, ты можешь быть где угодно, только ты должен везде, а за всех отрабатывать. Вот тебе награда. Я согласен, это как бы разные вещи, но есть общий элемент, справедливо, мы тут посмеялись, есть общий элемент, что действительно и там, и там он очень большую зону на себя берет. Возникает в разных позициях, и это не только возлагает на него ответственность или работу, но это еще путает соперников. И у Анчелоти, когда он в Риале играл, была вот такая двойная роль. И в Париже, в сборной Аргентины тоже часто он, получается, иногда за Месси, иногда за Роналду отрабатывал. Вот такая карьера у очень талантливого футболиста. В Ювентусе, наверное, я вот не решусь сказать, что прямо первый случай в карьере, но мне не вспоминается, когда вот все было бы, скажем так, в обратной последовательности, когда вот эта, скажем так, вездесущаяся Демарии, хорошее для него слово, исходила бы не из необходимости работать за двоих, а из творческой свободы. Так что можно действительно сказать, что это новое явление, но все-таки, все-таки, почему я тут изначально немножко недооценил Олегри? В целом, я к нему хорошо отношусь, хотя в этом сезоне много критиковал. Стараюсь сделать это максимально конструктивно. Все-таки дать игроку сказать, вот, слушай, ты будешь свободным, решай. Это не самый тонкий ход, хотя сейчас работает, и тренерская заслуга в этом тоже есть. Ну, в общем, Демария — это Робин, который стал Бэтменом. То есть он был помощником для главного героя, а потом стал сам таким главным героем.